У нас организована рабочая группа, в которую входят сотрудники управления ветеринарией, это заказчик работ управления ЖКХ, сотрудники администрации, депутаты, сотрудники прокуратуры и все заинтересованные стороны в данном вопросе. Почему мы собрали такую рабочую группу? Потому что ситуация в городе накаленная с животными, без владельцев, с собаками. Первое заседание мы провели в администрации, обговорили, что можно сделать в рамках законодательства, чтобы решить вопрос и пойти в сторону улучшения. Потому что на самом деле поступает много жалоб, поступают конкретные, знаем, известные случаи, которые произошли негативные, связанные с укусами и так далее. Поэтому мы должны это решать. И чтобы это все решить, мы должны в комплексе со всеми заинтересованными сторонами найти минусы в этих работах, недостатки и принимать конкретные меры. На первом совещании мы приняли одно из решений – это выездное мероприятие. Сегодня это выездное мероприятие мы организовали в районе 17-й школы, в микрорайоне Зеленый Клин. И сегодня здесь, как сообщают уже представители преданности, проблема ликвидирована. Та собака, которая была агрессивная, ее отсюда уже удалили. Мы будем сейчас в те острые, проблемные участки в городе, где скапливаются собаки, где их прикармливают, мы будем выезжать именно комиссионно, смотреть, как это все осуществляется, контролировать. То есть нам необходимо усилить контроль за этой деятельностью, усилить работу управления ветеринарией совместно с тем ветеринаром, который работает с приютом преданности, чтобы было взаимодействие налажено. В общем, и использовать те механизмы, которые сегодня существуют в законодательстве, и применять их в нашем городе. Потому что есть и положительные примеры в городах, муниципалитетах, где, так скажем, в какой-то мере улучшения по данному направлению есть. Что хочется сказать жителям города, особенно, так скажем, которые проявляют доброту, прикармливая животных у себя во дворе, либо рядом с территорией школ. Хочется сказать, чтобы они этого не делали. Почему? Потому что это приводит к негативным последствиям. От этого, в первую очередь, страдают дети, женщины. Ну, то есть собаки чувствуют, кто их боится. Мы должны обезопасить наших людей в первую очередь. А чтобы это сделать, чтобы эти мероприятия проводились, мы должны реагировать, я считаю, именно так. Всесторонне, с представителями всех структур, всех структурных подразделений, депутатского корпуса, чтобы, понятно, мы здесь увидим, какие проблемы на самом деле, да. В кабинете это одно, а на улице это другое. У нас выстроена работа с сотрудниками, с директорами школ. То есть в каждой школе теперь люди, специалисты отслеживают. Если собаки где-то рядом скапливаются, да, и тем более представляют угрозу, да, этот сигнал поступает в управление ЖКХ и оперативно отрабатывается. Вот поэтому я считаю, что это контроль, прежде всего. Это использование всех инструментов, которые сегодня существуют в законодательстве. Мы должны все это эффективно применять.